В рамках программы Рухани Жангару в Берлине открылась масштабная выставка «Хлеб и розы». Экспозиция включает в себя работы как молодых художников, так и казахстанских классиков. Главная цель выставки – популяризация современной казахстанской культуры в мире. Организатор – Национальный музей Казахстана. Чем удивляли зарубежную публику, расскажет наш европейский корреспондент Шолпан Найманбаева. Самые ранние произведения, созданные в 45-х годах, а также эксклюзивные работы, выполненные в Берлине в этом году. «Хлеб и розы» – это уникальная выставка, где представлены работы четырех поколений казахстанских женщин-художниц. Открывали выставку в столице Германии посол Казахстана Булат Нусупов, представители Национального музея Казахстана и зарубежные кураторы и эксперты. Здесь такая очень большая работа наших кураторов, известного эксперта современного искусства Дэвида Эллиута, нашей казахской художницы Алмагу Мендрибаевой и Рейчо Рейц-Волох, которая курировала арт-резиденцию в Берлине. И надо сказать, что сегодняшнее количество людей, оно говорит об успехе этой выставки. На выставке «Хлеб и розы» представлены работы как современных художников, так и признанных мастеров. Особенно хочу отметить эту работу, ее автор Айша Галимбаева – первая женщина-художник в Казахстане. То есть сегодня европейцы имеют возможность прикоснуться к истории и увидеть, с чего начиналось изобразительное искусство Казахстана. Всего на выставке в Берлине представлены около 70 произведений. Помимо традиционных полотен, перформансы, инсталляции, видео-арт. Тут можно увидеть все формы современного искусства. А это, пожалуй, одна из самых необычных работ. Восьмиметровый шатер, сделанный из одежды казахских женщин. Снаружи кочевого периода, внутри же из платьев местных берлинок – иммигранток. Таким образом, автор рассуждает о роли женщин в прошлом и настоящем. Одежда используется здесь как носитель информации. То есть я, как многодетная мать, хотела показать энергетику женщин казахших кочевого периода. То есть это тот период, когда женщины собирали такие шатры в степи и постоянно переезжали. И вот этот вот ковер наш, это приданный моей бабушке. Он был сотком в 1936-1938 годах, как раз после Галатамура. Символ счастья. Творчество казахстанских мастеров в Берлине европейская публика оценила по достоинству. Выставка очень удивила меня. Такая современная и такая сильная. Я не ожидала увидеть искусство под таким углом. Вижу удивительные отсылки к прошлому и настоящему. В этих работах и лирика, и поэзия. Мне нравится, как в вашем искусстве переплетаются культуры. К примеру, на этой картине можно увидеть немецкую девушку на казахстанском рынке. Это сделано так легко. Мне понравились картины и инсталляции, в частности, шатер. Ваши художники дают нам особый опыт. С помощью видео они нас помещают в совершенно новую реальность. Выставка «Хлеб и розы» будет открыта в Берлине до 20 октября. А это значит, что все желающие еще не раз могут насладиться шедеврами казахстанского искусства. Шолпан Найманбаева, Милослав Вариновский, Хабар, 24, Германия.